сегодня у нас 11 апреля 2018 года я нахожусь здесь вот в одном из помещений здесь вот я тружусь делаю брошюрки такие сейчас покажу даже они как выглядят называется открытым окон Игнатия Тихоновича Лапкина из книг открытым окон Игнатия Тихоновича Лапкина вот так вот сделано обрамление покажу еще вот оно как выглядит вот начинается проповедь Господи помилуй проповедь о молитве а потом начинаются вопросы и ответы это все взято из книг Игнатия Тихоновича Лапкина вот вторая проповедь Господи помилуй тоже вот она идет и даже вопрос ответа здесь есть вот они называются вопросы ответы вопрос 1069 3 том открытым окон во время молитвы и дома и в церкви отвлекаясь с суетными мыслями и не знаю как избавиться от этого искушения не хочу думать о мысли как назойливые мухи возвращаются что делать дальше этот ответ тут идет стихотворение тоже вставлены поучительные как вот Игнатия Тихонович называет но это не его стихотворение это Вера Кучнир написала тут вот ну а есть такие же но только тематические брошюры тут вот написано в названии там объяснование там о воспитании детей там о молитве ну и в таком вроде вот все около десятка их примерно таких вот брошюр сделаны пока с Божью помощью вот хочу показать тоже весь процесс как это все делается вот например лежат у меня здесь вот сейчас отвязываю я начну с компьютера вот здесь вот у меня открытый вордовский документ вот он это уже сверстано уже все сделано то есть мне остается только распечатывать я вот так вот нажимаю например сейчас я другой даже документ сделал этот большой у меня вот у меня написано про папка отработаны брошюры то есть они уже готовы здесь мне брошюра номер два сейчас откроем ее ненавидьте зло называется вот здесь вот я в углу нажимаю потом печать нажимаю сейчас она выскочит вот здесь написано все страницы диапазона я нажимаю сперва нечетные страницы вот а потом перехожу и нажимаю ok все процесс пошел сейчас смотрим на принтер который здесь есть у нас он сейчас будет по одному риску захватывать и печатать процесс пошел вот она вылазит листочек второй вылазит третий и четвертый вот оказалось башура большая сколько лесков он повылазил вот потом я их беру вот таким образом ложу на стол до этому не сразу дошли кое-какие лески пришлось сперва портить по крайней мере дошли вот есть она пропечатал нечетное название вот это 1 36 например да ну а тут дальше по порядку идет и вот так вот перекладываю я сейчас покажу просто вложу на компьютер вот то что пропечатать вторую сторону надо их так переложить техника это сама не делать нам приходится все это делать мне вручную я перекладываю одной рукой мне конечно неудобно это все делать один тарас можно показать переложил обязательно посмотрю так ли все это то есть здесь вот самом начале всегда смотрю должно быть название первой страницы то есть вот она все это значит все нормально то есть должно быть она именно по отношению ко мне вот тоже их выравниваю чтобы они ровненько лежали это делаю двумя руками намного удобнее быстрее получается все соединил вот как они к по отношению ко мне лежали эти листы вот даже их кладу вот здесь вот вкладываю в принтер получается начало проповеди всегда находится с левой стороны все закладываю все у меня лежит раз опять захожу сюда же вот здесь вот нажимаю печать потом нажимаете уже четное с первого было нечетно сейчас четное и окей все пошел дальше вот смотрим что дальше происходит я даже одно время печатал и он у меня остановился то есть он не любит когда сильного долго напрягаешь работой приходится временами дать ему отдохнуть это насты вот слава богу все что я что еще дальше делаю то есть опять же вот так кладу и чтобы у меня потом по порядку были все эти листы я их опять перекладываю то есть это все занимает время но это все нужно иначе будет путаница перекладываю по одному листочку так вот кладу их кладу да одной рукой конечно не очень удобно мне главное установить то некуда тут не очень удобно все вот один ролик можно заснять чтобы показать как это все делается все выровнял более-менее вот и тут должно быть 18 19 то есть это будет середина брошюры вот а здесь название первая страница и название брошюры здесь вот оконцовка даже пустое место есть вот все это сделали потом я это все перегибаю вот так пополам делаю ровно конечно загибаю все это потом протыкаю у меня брусочек лежит тут можно шилом это делать можно я отшила не взял тут ножичком просто кладу вот так вот кладу когда перри меня перегнуто и делаю дырочки с одной стороны 2 из другой 2 и уже потом вставляю вот эти вот скобочки это на 24 есть степлеры но степлеры они предназначены чтобы делать поперек а тут надо вдоль что брошюры получились а такой степлю покупать это на слишком дорогой стоит но я все это делал вручную все вот коробочка как раз со скобами и вот такие вот готовы брошюру получается вот они точно сколько занимает это под деньгами я не могу сказать где-то я записывал сейчас не помню уже ну и между делом если такая есть возможность когда особенно он немножко отдохнет принтер там буквально минут 15-20 я повторяю некоторым стихотворение божественные вот у меня вот такие картон очки вот они почерк меньше мне не очень но для меня понятное самое главное с одной стороны все стихотворение бывает у меня поучительное бывает с другой стороны вот мне нравится 138-й псалом царя давида я вот тоже повторяю периодически чтоб не забыть а вот это стихотворение но есть имеет историю автор просто валентина кто такая откуда неизвестно я как одно время из потеряевки уехал вернее сказать убежал на урал у меня было 2008 году и вот и мне начали братья-сестры посылать письма туда писать я им конечно тоже отвечал не очень большая переписка сохранилась с ними вот и вот одна сестра прислала это стихотворение но мне понравилось я его сразу помолился и заучил жизнь может оборваться точно нить но точно нить и и связать не сможем но есть возможность всем нам вместе жить и что к веру во христа умножив о друг проверь каков твой жизни путь пересмотри ты все свои кумиры коль хочешь ты душой отдохнуть христа прими пока ты в этом мире остановись как ты живешь остановись смотрись сегодня можешь ты принять решение иди смирение богу поклонись и обнови духовные стремления пока ты молод пока полон сил тебя зовет господь на поле сжатвы сейчас тебя он лично пригласил так будь же ты дитем христовой паслой не сомневайся и ему поверь пусть если даже ты больной и слабой бог сам тебе откроет в вечность дверь там будешь ты в лучах христовой славы сограждане христос во всех зовет прийти на зов его совсем не сложно спешите а то скоро он пройдет прийти к нему будет уже невозможно вот так вот такое стихотворение поучительное вот ну и 138 это мой псалом могу попытаться рассказать конечно его но у меня бывает я забываю как у меня псалмы сложновато даются господи ты испытал меня и знаешь ты знаешь когда я сажусь и когда встаю ты разумеешь помышления мои издали иду ли я отдыхаю ли ты окружаешь меня и все пути мои известны тебе еще нет слова на языке моем ты господи знаешь его совершенно сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою дим надо меня ведение твое высоко не могу постигнуть его куда пойду от духа твоего и от лица твоего куда убегу зайду ли на небо ты там сойду ли в преисподнюю и там ты возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя скажу ли может тьма скроет меня и свет вокруг меня сделаться ночью но и тьма не затмит от тебя и ночь светла как день как тьма так и свет славлю тебя так ибо ты устроил внутренности моей и соткал меня в очеревь матери моей славлю тебя потому что я дивно устрою дивно дела твои и душа моя вполне сознает это в твоей книге зародыш мой видели очи твои в твоей книге записаны все для меня назначены когда ни одного из них не было как велики помышления твои как возвышен для меня помышления твои боже и как велико число их стану ли счислять их но они многочисленнее песка когда я пробуждаюсь я все еще с тобою о если бы ты боже поразил нечестивого удалитесь от меня кровожадные они говорят против тебя нечестиво суетно замышляют враги мои враги твои мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя господи и не вознушаться восстающими на тебя полную ненавистью ненавижу их враги они мне испытай меня боже и узнай сердце мое испытай меня и узнай помышления мои и зри не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный аминь вот это псалом 138 с 1 по 24 стих ну вот так вот слава христу аллилуйя